Добрый день, дорогие ребята! Сегодня мы с вами продолжаем изучать математику. Сегодня у нас с вами на уроке математики путешествие в мир единиц длины. А начнем мы наш урок с устного счета, так как без него не сдвинется с места никакая работа. Давайте с вами вычислим выражение. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Расставьте буквы в порядке убывания чисел, которые им соответствуют, и прочитайте слово. Добро пожаловать на наш канал! Молодцы! У вас получилось слово «величины». Скажите, а кто знает, а кто знает, какие величины? Правильно! Длина, время, объем, площадь. А что же у общего? У всех величин. Да, вы правы, их можно измерить, сравнить, складывать и вычитать. Ребята, нельзя представить себе жизнь человека, не производящего измерений. Это и портные, и механики, и обыкновенные школьники. Сегодня мы все знакомы с линейкой и метром. А что же существовало до того, как все это изобрели? Многие народы измеряли длину шагами, двойными шагами, тростями. В Японии существовала мера, называемая лошадиным башмаком. У многих народов расстояние определялось длительностью полета стрелы или пушечного ядра. До сегодняшнего дня сохранилось выражение «не подпустить на пушечный выстрел». Ребята, а кто знает, какие меры длины использовали на Руси? Давайте сейчас познакомимся с мерами длины, которые люди использовали на Руси. С незапамятных времен человеку приходилось измерять расстояние в связи с изготовлением простейших орудий труда. Со строительством жилищ и добыванием пищи. Подобно тому, как при счете человек пользовался пальцами рук и ног, так и при измерении расстояний он прибегал к рукам и ногам. Вот почему в прошлом мерами длины служили шаг, ладонь, локоть. Посмотрите, локоть – это расстояние от локтя до конца среднего пальца. Примерно от 38 до 46 сантиметров. Давайте с вами познакомимся с сажень. Это расстояние от мизинца одной руки до мизинца другой при вытянутых в сторону руках. Равно примерно 152 сантиметрам. А посмотрите на вершок. Это длина указательного пальца. И равна эта длина 6 сантиметрам 5 миллиметрам. Расстояние между концами растянутых пальцев, указательного и большого, называли 5. И это расстояние равно 17 сантиметрам 8 миллиметрам. Ну, со словом дюйм, я думаю, вы знакомы. Мы читали с вами сказку «Дюймовочка». Дюйм – это расстояние одной фаланги большого пальца. 2 сантиметра 5 миллиметров. Ладонь. Ширина кисти руки 6-7 сантиметров. А вот расстояние от носа человека до среднего пальца вытянутой руки называли «ярд». Равно это расстояние 91 сантиметру. Я думаю, знакомое вам слово «фут» – это длина ступни. Длина равна 30 сантиметрам 5 миллиметрам. Почему же эти старинные меры длины ушли в прошлое? Люди разные. И старинные единицы длины тоже разные. И эти меры не совсем точные и не современные. Сейчас у нас десятичная система счисления и современные единицы длины. Посмотрите на таблицу. Запомните эту таблицу. Она нам будет помогать на следующих уроках математики. Учи и знай единицы длины. Они точны. Они помогают строить корабли, летать в космос, конструировать. Молодцы, ребята! Скажите, а кто знает, в каких единицах измеряют длину? Правильно! Миллиметрах, сантиметрах, дециметрах, метрах, километрах. А какая из названных длин Длина самая крупная? Догадались? Это километр. Итак, давайте, опираясь на таблицу единиц длины, выполним задание. Запишем величины в сантиметрах. Молодцы! Молодцы! Все справились хорошо. А теперь нужно вставить пропущенные единицы длины, чтобы получились верные равенства. Молодцы! 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 И с этим заданием вы справились. Телеурок. Молодцы! И на сколько? Что же мы с вами сделаем? Мы с вами переведем в единые единицы измерения. Два метра, четыре дециметра. Переводим в наименьшую единицу. Получаем двадцать четыре дециметра. Итак, ребята, длина красной проволоки двадцать четыре дециметра. Теперь нам нужно сравнить. Чтобы узнать, насколько больше, нам нужно из большего числа вычесть меньшее. Выполнили? Правильно! Синяя проволока длиннее красной на один дециметр. Мы можем один дециметр перевести в сантиметры и будет равно десяти сантиметрам. Итак, ребята, сегодня мы с вами познакомились с единицами длины. И в завершении нашего путешествия давайте сравним эти величины в решении задачи. Посмотрите. Второй отрезок на пять дециметров длиннее третьего. И на два дециметра короче первого. Найдите длину первого отрезка, если длина третьего – один метр. Выберите схему, которая соответствует задаче. Записываем решение. Проверяем. Длина первого отрезка – 17 дециметров. Молодцы! Ребята, я в подарок вам подобрала пословицы и поговорки. Выучите их. Они вам помогут в применении единиц длины в жизни. На этом наш урок окончен. Спасибо вам. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова